На контейнерной площадке, расположенной на улице Черняховского, бункер для строительных и крупногабаритных отходов не предусмотрен. Но жители продолжают выкидывать мусор после ремонтных работ около баков. Должен быть бункер-накопитель, в который складывается строительный мусор, крупногабаритный мусор, древесно-порубочные остатки. В данном случае здесь не предусмотрено. То есть люди по незнанию подъезжают и оставляют возле контейнерной площадки этот мусор. Сотрудники Госатомтехнадзора еженедельно проводят рейды по выявлению нарушителей, которые выкидывают мусор в неположенном для этого месте. Действующим законодательством предусмотрен административный штраф за сброс строительного мусора, крупногабаритного древесно-порубочных остатков в неотведенном месте по статье 8.2 Кодекса административного права нарушения Российской Федерации от 1000 до 5000 рублей на физических лиц. В мероприятии принимают участие также сотрудники администрации муниципалитета. Мы стали замечать, что бачки на различных контейнерных площадках находятся в ужасном состоянии, за что несет ответственность Каширский рекоператор. И такими рейдами мы пытаемся данные нарушения пресечь. Местный житель Георгий Миносян рассказывает, что навалы строительного мусора на этой площадке не прекращаются. То есть вы считаете, что нужно уменьшить количество баков? Если уменьшить маленькую и сделать маленькую площадку, маленькую площадку не сделать. А навалов не будет, если будет маленькая площадка? Будет три контейнера вместо восьми. Не будет навалов твердокоммунальных отходов уже? Если места нету, куда они навал будут делать? В ходе рейда также были выявлены нарушения по содержанию площадки и состоянию контейнеров. По улице Черняховского мы зафиксировали четыре правонарушения, составлено четыре акта и Каширский рекоператор будет вызван на комиссию. Для привлечения административной ответственности Каширскому оператору будет выдано предписание, по которому в течение 60 дней он обязан заменить мусорные контейнеры на этой площадке. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Витнет-ТВ.